В Самарской области заработают три новые школы. На этой из федеральной казны губерния получила дополнительные 800 миллионов рублей. Чемпионат космического уровня в космической столице. На Самарском заводе «Прогресс» специалисты борются за звание лучшего. Сегодня наградили лучших экологов. Заявки на конкурс «Эколидер» подали не только промышленные гиганты, но и школьные отряды. По следам Ермака самарские казаки сегодня отправились по Волге в Жигулевскую кругосветку. Цивилизованный отдых на острове. Контейнеры для сбора мусора появились на правой стороне Волги. Самарская область продолжит участвовать в федеральной программе по строительству и оборудованию новых школ. Об этом губернатор Николай Меркушкин говорил на встрече с министром образования и науки Ольгой Васильевой. В этом году благодаря дополнительному федеральному финансированию в более чем 800 миллионов рублей в области заработают еще три новых школы. Две в Самаре, одна в Сеергиевском районе. В 2018 году планируется открыть еще шесть школ и центр для одаренных детей. Губернатор пообещал, что каждый год в Самарской области будет открываться шесть-семь новых детских садов. Со своей стороны министр образования Ольга Васильева пообещала поддержку в развитии образовательной инфраструктуры региона. Также на встрече обсуждалось участие Самарского университета в программе повышения конкурентноспособности, подготовка вуза к 75-летнему юбилею и реконструкция ботанического сада, который завершится в 2018 году. 27 июня по всей России отмечается День молодежи. В Самаре в праздник состоялось событие историческое – открытие мемориальной доски в честь совершенно уникального явления не только для города, но и для всей страны. 55 лет назад в Куйбышеве появился городской молодежный клуб ГМК-62. Аббревиатура известна нескольким поколениям. В 60-е молодежное объединение оказалось своеобразным прорывом в культурной, творческой и общественной жизни. Участники ГМК действительно творили историю. О самых известных проектах расскажет Марина Коровцова. ГМК-62 – первый городской молодежный клуб, созданный в Куйбышеве, в закрытом тогда городе, в период оттепели. Инициативная молодежь – архитекторы, инженеры, учителя, журналисты, общественники, композиторы и художники – объединились вдохновленные творческими идеями. Конкурс молодых пианистов имени Кабалевского, джазовые фестивали – первая в городе выставка детского рисунка. Все это организовали именно активисты ГМК. И одна из самых значимых инициатив участников клуба – два концерта Владимира Высоцкого в Куйбышеве. Его пригласили сюда. И, кстати, вот это здание было первое, куда Высоцкий пришел после того, как его привезли с железнодорожного вокзала. Мы его встречали. И все концерты, которые прошли – это чисто ГМК. Фотоклуб – клуб дискуссионный, музыкальный и художественный. ГМК охватил самые разные сферы и стал явлением уникальным не только для Куйбышева, но и для всей страны. В июне этого года организации исполнилось 55 лет. К юбилею на здании Самарского государственного колледжа на Молодогвардейской 59 открыли мемориальную доску в честь ГМК-62. Именно здесь и располагался клуб. ГМК-62 стал на долгие годы вот той прекрасной творческой лабораторией, где открывались новые имена, рождались масштабные, крупные, интересные идеи. Опыт работы ГМК-62 вышел за границы нашего замечательного города. На торжественном открытии и основатели, и активные участники ГМК. Я приветствую друзей ГМКовцев, которые здесь сегодня находятся. Я лично считаю, что молодежи, вот такое собрание обязательно нужно. Обязательно нужно. Олег Борисович, спасибо, что поддержали инициативу общественной палаты. Но я думаю, нам надо и двигаться дальше. Есть здесь помещение, которое можно отдать под музей Высоцкого. И может быть, вот центр Высоцкого, как музей Высоцкого здесь, он станет очагом для молодежи. Традиции, заложенные 55 лет назад, продолжаются и сегодня. Тех, кому интересны идеи ГМК, многое среди нынешней молодежи. А впереди еще немало проектов. В честь юбилея две выставки на площади Славы, большая конференция, посвященная ГМК-62. А к концу года должна выйти книга об истории уникальной молодежной организации. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Чемпионат космического уровня в космической столице. На Самарском заводе «Прогресс» соревнуются в мастерстве молодые профессионалы ракетно-космической отрасли страны. Корпоративный чемпионат Роскосмоса проводят по международным стандартам WorldSkills. Какие именно умения предстоит продемонстрировать участникам? И чему должен научить специалистов чемпионат? Узнала Марина Кравцова. Предельная внимательность, сосредоточенность и точность важна каждая доля миллиметра. Электросварщик завода «Прогресс» Александр Федосов приступает к конкурсному заданию. В первый день соревнований предстоит сварить один модуль. Всего их будет четыре. На чемпионате по профмастерству молодые специалисты Роскосмоса демонстрируют самые разные навыки. Здесь представлено несколько видов сварки и те, которые для наших предприятий не очень-то свойственны. Поэтому, конечно, трудность была именно в выполнении таких соединений, таких сварных швов. То есть это дуговая сварка, полуавтомат. Именно Самара, космическая столица страны, стала площадкой для проведения второго чемпионата молодые специалисты Роскосмоса по стандартам WorldSkills. Космическая отрасль России присоединилась к международному движению в прошлом году. И, как отмечают эксперты, уровень участников ко второму чемпионату заметно вырос. За звание лучших борются 124 специалиста со всей страны. Самарская команда от «Прогресса» – одна из самых больших. 12 участников – от сварщиков и токарей до инженеров. Чемпионат – еще и возможность повысить мастерство. Чтобы люди в нашей корпорации, рабочие исполнители, приезжая на этот конкурс, обменивались опытом, накопленным своим мастерством, передавали друг другу какие-то секреты свои и в целом росли как профессионалы. В этом году в соревнованиях используют и оборудование более высокого класса. У станков молодые профессионалы Роскосмоса проведут три конкурсных дня. А лучших из лучших назовут 29 июня. Марина Кравцова, Константин Головин. События. С начала года в Самаре зафиксировано 120 несчастных случаев на производстве. Пять из них закончились летальным исходом. О том, как снизить травматизм, говорили на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Чтобы жители могли безопасно работать, на предприятиях создаются службы по охране труда. Они сформированы почти в восьми сотнях самарских компаний. Чтобы свести травматизм к минимуму, работники и их руководители проходят обучение, а затем сдают экзамены на знания требований по охране труда. С начала года эти курсы окончили свыше 7 тысяч человек. Многие работодатели регулярно отправляют своих сотрудников на медосмотр, покупают спецодежду и средства защиты. Важно, чтобы руководители предприятий не забывали и об интересах остальных жителей. Есть ли жалобы от жителей окружающих домов? Потому что так или иначе у вас производство и несколько шумное, и очень часто сопровождается запахами, пусть и приятными. Но люди иногда по-разному на них реагируют. Да, вот какие у вас взаимоотношения, как они строятся? Есть ли жалобы, большое ли их количество? Как вы улаживаете эти вопросы? 256 тысяч мы вложили в то, чтобы шумность для окружающих была меньше. Жалобы будут? Безусловно, будут. Это нормально, опять-таки, между соседями. Вопрос, как к ним относишься, как бы сказать, с нашей стороны. Все, какие жалобы поступают, как бы сказать, условно говоря, мы на них откликаемся. Выпускники Академии безопасного дорожного движения сегодня получили удостоверение пешеходов. В Центре дополнительного образования «Искра» сегодня прошел праздник, участниками которого напомнили о правилах дорожного движения. Лето – пора отдыха для детей и напряженное время для автомобилистов. Чтобы каникулы прошли без травм, работа с детьми в Центре ведется постоянно. Подробнее Олеся Корецкая. Гость даже для холодного июня этого года – необычный Дед Мороз. Его сотрудники ГИБДД остановили на оживленной улице за нарушение правил дорожного движения. Мы поможем с вами ему добраться до его дома, потому что он не знает правила дорожного движения и запутался, запутал в нашем городе. Ребята, а вы знаете правила дорожного движения? Да! Воспитанники Центра «Искра» в своих словах уверены – целый месяц здесь работал лагерь дневного пребывания, и всю смену изучали правила дорожного движения. Чтобы учиться было интересно, организовали Академию безопасного движения. У нас есть программа написанная, есть и теория, есть и практика. Практику мы проходим в парке Гагарин, у нас есть помещение, автогородок, есть класс с интерактивной доской. То есть дети занимаются, изучают, потом пишут диктанты по правилам дорожного движения. Упор надо делать везде больше – и школам, и родителям. Ребенок в данный момент летних каникул больше дома находится, практически всегда дома находится. Здесь главная роль воспитателя – воспитать все-таки родители. К празднику ребята подготовили танцевальные и вокальные номера, а также викторины на знание правил дорожного движения. После чего всем выпускникам Академии вручили удостоверение пешеходов. Работа по изучению дорожных правил в школах и центрах дополнительного образования ведется постоянно вместе с сотрудниками ГИБДД. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Сегодня днем в Куйбышевском районе Самары водитель грузовика сбил световую опору. В результате аварии на дорогу упали два столба. Один из них ударил легковой автомобиль, проезжающий мимо. По предварительным данным, пострадавших нет. Работники ТТУ уже восстанавливают поврежденные троллейбусные провода. Далее коротко о других событиях дня. На Новосадовый мотоциклист разбился насмерть. Полицейские и очевидцы выложили шокирующие фотографии с места трагедии. Авария произошла 26 июня. По предварительным данным, водитель Хион де Санта-Фе двигался со стороны Нового вокзальной в сторону Советской армии. И при развороте налево протаранил мотоцикл Кавасаки, двигавшийся во встречном направлении. Мотоциклист скончался на месте происшествия. Водитель и пассажиры Хион де не пострадали. По факту ДТП проводится проверка. Потенциального террориста выдворили из Самары. Гражданина Таджикистана депортировали из-за повышенного интереса к деятельности запрещенной во многих странах мира Международной террористической организации «Исламское государство». Ахмедов попал в поле зрения оперативников ФСБ в конце апреля. По данным силовиков, он не только просматривал запрещенные экстремистские материалы в сети интернет, но и, возможно, собирался выехать в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы вступить в ряды ИГИЛ. Сделать ему этого не позволили. Иностранец был задержан. Государственный обвинитель запросил для Екатерины Пузиковой 7 лет лишения свободы. В Красноярском райсуде состоялись прения по делу вдовы, обвиняемой в убийстве мужа, заместителя, управляющего самарским филиалом Россельхозбанка. Напомним, Дмитрия Пузикова отравили на ветеринке в 2012 году. В августе 2015 года его вдову приговорили к 7 годам лишения свободы. Однако апелляционная инстанция отменила приговор как незаконный и необоснованный. Было проведено дополнительное следствие. Последнее слово назначено на 21 июля, после чего судья уйдет на приговор. На Куйвышевской железной дороге стартует 4-дневная распродажа билетов поезда дальнего следования со скидкой. С 27 по 30 июня в рамках акции «Удачный вторник» пассажирам будут предоставляться скидки до 40% на проезд в плацкартных вагонах поездов в зависимости от расположения мест. Скидки действуют во всех поездах внутри государственного сообщения. Волга показала новый рекорд. В минувшие три дня уровень воды в реке только поднимался. С 24 по 26 июня синоптики зарегистрировали показатель, превышающий 30 метров. В Саратовском водохранилище уровень воды выше среднемноголетних значений, да и вообще максимальный за весь период наблюдений. Из-за слишком высокого уровня воды в Самаре перенесли начало пляжного сезона, который власти планировали открыть 15 июня. 17 смелых самарских мужчин отправились в поход по дорогам атамана Ермака. Представители казачества решили на себе испытать все тяготы армейской жизни 16 века. Погружение в эпоху полное. Одежда, оружие, снаряжение, кухня и даже средства передвижения. Ладьи и лошади. Как казаки собирались в поход, увидел Сергей Кизоркин. Торжественный молебен в часовне речного порта. 17 волжских казаков готовятся повторить поход атамана Ермака. Именно он положил начало освоению русскими Сибири. На современных казаках одежда и обувь вшита по образцам 16 века. Лодки сделаны на верфях по чертежам тех же времен. Первый этап экспедиции пройдет по Волге 180 километров так называемой «Жигулевской кругосветки». Если ветер попутный, то, соответственно, парус, если ветра нет, то весла. Команда слаженная, выезжали, занимались, тренировались. Слава богу, все получается. Первый привал – Виновки в мужском монастыре. В переволоках самая трудная часть похода. В ручной лодке перетащат по бревнам с Волги в Усу через федеральную трассу. Обеспечивать безопасность будет полиция. Затем сплав по Усе, шлюзование, Грушинский фестиваль и завершится «Жигулевская кругосветка», где и стартовала в Самарском речном порту. 30 числа мы попытаемся пройти шлюзование именно на таких старинных стругах. То есть до этого пока никто не шлюзовался на Грушинской поляне. Там казаки будут и песни петь, и, соответственно, будет воссоздана историческая такая, знаете, такая, как бы сцена боя Ермака с татарами. На этом приключение казаков не закончится. Вторая экспедиция более масштабная. На лошадях 25 человек отправятся в поход из Самары в Тобольск. Это почти 2000 километров. Пройдут точно по маршруту Ермака. Ижевск, Пермь, Екатеринбург, Тюмень. 4 августа дружина придет в село Вагай, где погиб легендарный атаман. Оценка этого похода только положительная, поскольку она раздвинула границы российского государства, положила конец между усобицами, между различными племенами и распространила влияние российского государства дальше на Сибирь и потом уже на восток. До похода самарских казаков верхом остался месяц. Сегодня служивые люди сели за весло стругов и отправились вниз по Волге. Вернуться из Жигулевской кругосветки планируют через 6 дней. А чтобы поход прошел успешно, в дорогу дружине по традиции выстрелила пушка. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Контейнеры для сбора мусора устанавливают на правой стороне Волги и на близлежащих островах. За Волгой, как говорят самарцы, особое место отдыха. Летом там собираются тысячи отдыхающих и оставляют после себя горы мусора. Каждый год с правого берега и островов вывозится 16 тысяч кубометров отходов. Теперь сбор мусора будет более цивилизованным. Почему, узнавала Олеся Карецкая. Лето хоть и долго запрягало, но оно началось. Уже на следующей неделе ожидается наплыв отдыхающих на правый берег Волги и острова. Здесь в этом году установили 24 вот таких пунктов для сбора мусора. Контейнеров, как говорят подрядные организации, должно хватить. Но и у самарцев, и гостей должно хватить воспитания, соблюдать чистоту. На острове Поджабный установили 4 таких пункта. Конструкция разборная. Пока сюда складывают мусор, контейнеры скрыты от глаз и рук. В подрядной организации рассказывают, на площадке уже не раз покушались любители металлолома. Площадки все стоят на бетонном основании, на подушке. И на арматурах крепятся, чтобы площадку не унесло, не унесли опять же жители нерадивые. 12 контейнеров могут вместить в себя 3 куба мусора. Его вывозят 2-3 раза в неделю, а в жаркий сезон и чаще. Всего за лето с берегов собирают примерно 18 тысяч кубометров отходов. В этом году мусорные площадки установили на правом берегу, а также на островах Зелененький, Поджабный, Голодный и в других местах активного отдыха самарцев. Хотел бы отметить положительную тенденцию, потому что с 2009 года данные мероприятия проводятся. Все больше и больше приносят отходы, а не захоранивают их на тех местах, где в принципе они отдыхают неорганизованно. Пока одна бригада убирает мусор с площадки, другая очищает берег от тех отходов, которые так и не попали в бак. Также в этом году за счет городского бюджета установили 18 бункеров-накопителей на берегах рек Татьянка и Самара. Они будут стоять до 30 сентября, после чего их уберут на зимнее хранение. Олеся Корецкая, Константин Головин. События. Расхитители цветочных клумб снова промышляют в Самаре. Только за месяц газонов и кашпо украли около 150 тысяч цветов. И потому специалистам приходится снова и снова досаживать недостающие саженцы, тратя на это дополнительные силы и средства. В Самаре продолжается реализация программы «Цветущий город», рассчитанной на 5 лет. В этом году площадь цветников увеличилась на треть по сравнению с прошлым годом и составляет почти 30 тысяч квадратных метров. Подробнее в сюжете Марина Матвейшиной. Подкопать в земле ямку, установить в ней саженец, присыпать землей и утрамбовать. И так сотни тысяч раз. Специалисты спецремстрой зеленхоза высадили в городе полтора миллиона цветов. Но десятая часть из них уже уничтожена. Недобросовестные горожане изо всех сил стараются придать городу более унылый вид. Подростки, они обычно просто, как бы сказать, не то что хищением занимаются, а вандализмом. Они могут вытащить, где-то кинуть, ну, покуражиться. А кто остальное вытаскивает, конечно, мы не можем это точностью сказать. Ну, я думаю, что это все равно на балконы или на свои дворы. Особой любовью у похитителей пользуются петуньи. Но не брезгуют они и остальными растениями. В подвесных кашпо и каскадных клумбах специалисты часто недосчитываются цветов. Особенно в нижних ярусах. До верхних воры не дотягиваются. Да и выкопать незаметно не получится. Бороться с этим трудно. У каждой клумбы охрану не поставишь. И камеры видеонаблюдения есть не везде. Самарцы предлагают взывать к совести вредителей. Это глупо, потому что все делается для города, чтобы у нас везде было красиво, а не только на своих участках. Общественное мнение создавать. Все-таки это лучший, наверное, вариант, когда окружающие не поддерживают таких людей. Есть соответствующие статии законодательства. Может, так того, как хулиганство. Соответственно, правоохранительный орган за это тщательно следит. Ежедневно специалисты объезжают цветочные посадки, делают ревизию и составляют список. Какие сорта и в каких количествах нужно досадить рассаду в расхищенные клумбы. Для этого в оранжереях выращивают страховой запас растений. Это дополнительные расходы для городского бюджета, тогда как эти деньги могли пойти на другие социально значимые нужды. Плюс это дополнительный и чаще всего нелегкий труд рабочих. Поэтому специалисты просят бережно и с уважением относиться к озеленению. Марина Матвеевна, Сергей Баскин, События. Представление под живую музыку. В Театре Самарт состоялась премьера спектакля «Пергюнд» по одноименной пьесе норвежского драматурга Генрика Ипсона. Прежде чем предстать нас у зрителей, постановка прошла долгий путь. В 2014-м это был только эскиз. Необычные декорации, костюмы на современный лад. Уже осенью спектакль войдет в репертуар театра. На премьере побывала Алина Чемерес. На поверхность в то же время, как мы здесь, мы сами близ. Много музыки и исполняют ее сами артисты. В новой постановке «Самарта» «Пергюнд» главное место, по задумке режиссера, отведено судьбам конкретных людей. Для молодого актера Ярослава Тимофеева понять своего персонажа была задача не из легких. Говорит, «Пергюнд» на него совершенно не похож. Я могу 10 раз подумать и потом только сделать что-то. А «Пергюнд» такой человек, мне кажется, который не думает и старается не думать. А если у него появляется мысль, он ее как-то от нее сбегает. Будь то в другие страны, на запад, или вообще просто что-то меняет в своей жизни. Пьеса Генрика Ипсона «Пергюнд» была написана в конце 19 века. Главный герой – сын спившегося капитана, который бросил семью. «Пергюнд» постоянно мечется, пытаясь вернуть былое уважение его семье. Вмешивается в драки, похищает девушку прямо со свадьбы. Оказавшись вне закона, сбегает. За свою жизнь «Пергюнд» успевает стать частью сказочного мира троллей, но вскоре покидает и его. Он спекулирует иконами, торгует рабами, но в итоге все же возвращается туда, откуда все началось и где его ждет любимая. Это про человека, который просто в своей жизни еще ничего не потерял. И он теряет. И потом ему приходится нести ответственность за то, что он сделал. Если ты все время от чего-то бежишь, это же не значит, что ты бежишь к чему-то. Может быть, у тебя нет цели, если их слишком много. Мне кажется, это должна быть не метафизическая история, а это вполне реальная история про реальных людей. Спектакль «Пергюнд» вырос из эскиза, который был создан еще в 2014-м. За три года постановка выросла и, как говорит режиссер, стала глубже и мудрее. Пространство, созданное в эскизе, легло в основу декораций сегодняшних. Сценическое оформление и костюмы актеров родом не из 19 века, а из нынешнего. «Пергюнд» — его мать, гости на свадьбе. Эпоха, показанная в спектакле, отражает современные реалии. Основные декорации состоят из множества дверей, и каждая из них ведет в свою историю. Я много гуляла по городу, выбирала фактуры, городской среды, ла-ла. К тому же мне хотелось... Я взяла этот профнастил, металлический профиль, и изначально он должен был быть весь серебряный. Как бы это напоминало какое-то ощущение воды, такое легкое. Ну не знаю, осталось ли, но надеюсь. Спектакль «Пергюнд» войдет в репертуар театра «Самарт». На афишах постановка появится уже с сентября. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Две золотые медали привезли самарские грибцы с чемпионата страны. А пляжные волейболисты и профессиональная теннисистка продолжают борьбу за награды на турнире всероссийского и международного уровня. С подробностями Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Анастасия Павличенкова продолжает побеждать на международном теннисном турнире. Сборная Самарской области пробилась в финал России по пляжному волейболу. Две золотые медали привезли самарские грибцы с чемпионата страны. Самарские грибцы стали чемпионами страны. На лодках «Дракон» золотые медали завоевали как мужская, так и женская команда. К тому же девушки прошли квалификацию и на чемпионат Европы. Соревнования пройдут в Венгрии в начале июля. Самарские пляжные волейболисты вышли в финал первенства страны. В Нижнем Новгороде тандем Максим Иванов-Кирилл Хохлов успешно прошел квалификацию и стал первым. А в Самаре на родном пляже удача улыбнулась девушкам. Александра Пантелеева и Алина Михайлина не только сыграют за национальный титул чемпиона, но и поборется за медали летней спартакиады учащихся. Продолжает побеждать и Анастасия Павлюченкова. Самарская теннисистка на чемпионате в Истбурне вышла в третий круг соревнований. Накануне она в трех сетах обыграла бельгийку Элис Мертенс со счетом 3-6-6-4-6-1. За выход в четвертьфинал Павлюченкова сыграет Схитер Отсон из Великобритании. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин